Как же получить хорошую скидку на ремонт автомобиля в любой шиномонтажке, СТО или автосервисе? Давайте разбираться. Друзья, всем привет! Всем мы хотим сэкономить при покупке какой-либо услуги. Хотя бы чуть-чуть, если нам скидочку дают, мы уже рады. Сегодня я вам расскажу об одной фишке, которая поможет вам применить это в повседневной жизни. Скажу так, никакого секрета в этом нет. Просто чисто обычная психология. Психология людей. Я всегда пользуюсь этим способом, ну и в процентах 90 случаев он мне практически всегда помогает. И вот один из примеров. В начале декабря мне нужно было переобуть мою машину с летней резины на зимнюю. Я подъехал на шиномонтаж, подхожу к ребятам-шиномонтажникам и говорю, мужики, сколько будет переобуть 14 колеса вместе с балансировкой? Они мне отвечают, говорят, 1100 рублей. И тут я начинаю применять фишку, то есть лайфхак, о котором я говорил выше. Я им и говорю, что на улице Красной в конце города открылась новая шиномонтажка. И ребята там берут за 14 колеса не 1000 рублей, а всего лишь 900 рублей. Тут мужики из шиномонтажки, они как раз переглянулись друг на друга. И на меня. А я дальше начинаю подливать масло в огонь. И добавляю, что много кто их начал хвалить, и многие из моих друзей начали ездить на эту шиномонтажку. И тут они мне говорят, ну ладно, давай за 900, такие вот лица недовольные. Ну, я их уговорил. 200 рублей, ну вот эту маленькую скидочку они мне все-таки сделали. Мелочь, а приятно. С миру по нитке и голому рубаха. Там 200, там 100, там 300. И в итоге за день может и косарик набежать. А за месяц, а за год вы посчитайте. Так в чем же фишка? Во-первых, я надавил на живое, что там дешевле. Во-вторых, они поняли, что я могу поехать туда. И в-третьих, они никак не могут проверить, действительно ли там открылась эта шиномонтажка или нет. А терять клиента и деньги им не хочется. Им проще сделать вот эту вот скидку, чем человек уедет. Потому что бывают такие люди, которые за копейку готовы удавиться. Вот на это весь расчет и поставлен. Многие просто либо стесняются, либо просто боятся торговаться с другими людьми там на рынке, в автосервисах. Не нужно этого бояться. Вас за это никто с работы не уволит, не поругают. Ну, посмотрят они косо. Но с другой стороны, я то хочу сэкономить. Понятное дело, что он хочет заработать. Но сейчас речь идет о том, как нам сэкономить, а не о том, как заработать. Вот поэтому не бойтесь, торгуйтесь, пытайтесь договариваться. Даже если они сначала не хотят, они все равно могут вам сделать какую-то скидку. Вот на рынках, автосервисах, СТО, шиномонтажках, это практически 90 случаев это работает. Особенно на рынках. На рынке по-любому, ну что-то, ну вам скинут. Другой случай, это там, допустим, в гипермаркете, где вам уже выдают квитанцию, код, да, там вы уже не поторгуетесь. А вот такие вот организации, которые, можно сказать, работают под черным флагом, да, там, пожалуйста, там зеленый свет, все, торгуйтесь. Там без проблем можно будет договариваться о цене. То есть, это у них нигде не прописано, ни в каких прайсах, там, которые, там, администрация утвердила, ну или я не знаю, кто-то выше сверхостоящей станции. То есть, просто человек свою цену ставит, мне эта цена не устраивает. Я ему предлагаю свою цену. Вот и все. Вот в этом вся и фишка. Так что торгуйтесь, не бойтесь, не стесняйтесь, все у вас получится. Вот так.